Трудно представить жизнь без средств связи. Смартфоны и другие гаджеты сегодня используют практически каждый. До чего дошел прогресс, а ведь еще 20 лет назад даже подумать, насколько универсальны будут современные устройства связи, было трудно. Возможности звонить так же свободно не было. Но даже в 21 веке остаются территории даже в развитых странах, уступающие в развитии связи нашей стране. Да, у нас есть возможность использовать самые передовые технологии, и в Щелково в том числе. Это позволяет связываться с практически любой точкой мира. А ведь до конца 90-х годов прошлого века, да и начала нового столетия, практически вся связь была, что говорится, на проводе, медном проводе. Да и качество связи зачастую оставляло желать лучшего, о чем не раз шутили юмористы. Что? Что у вас издавать? Телефонные разговоры о чем? Телефонные автоматы на улицах города. Их сегодня можно увидеть, пожалуй, лишь в кино или же в старой песне услышать от звонки из телефонной будки. Но тогда именно они служили людям. Ведь далеко не у всех квартиров были личные телефоны. А обеспечивали возможность передачи информации АТС, автоматические телефонные станции. Габариты же у них были весьма внушительные. Вот оно, здание бывшего узла связи на улице Комарова. Сейчас здесь расположен торговый центр. А когда-то, к слову, не так давно, в начале нулевых, именно здесь был переговорный пункт. Телефон, телеграф, почта. Вдоль стены на улице выстраивались телефонные автоматы. Были даже такие, которые позволяли звонить в Москву. Сегодня о тех телефонных автоматах визуально напоминает один, установленный здесь же. Не факт, что проводной. Узнаем, как работает телефон. Имеется инструкция, но для звонка нужна специальная карта. Сама же АТС. Представьте себе, занимало практически все это трехэтажное здание. Вот такие внушительные габариты. Несмотря на весьма трудоемкий процесс телефонизации, проводную связь развивали. Появлялись новые телефонные станции. Так, в середине 80-х АТС и переговорный пункт построили на улице Талсинская. Рядом со зданием, где и был переговорный пункт, соседняя. Тогда полностью предназначалась для автоматической телефонной станции. Отдельное здание. И станция была рассчитана на 10 тысяч номеров. Представьте, если бы в то время у каждого был личный телефон. В медных проводах утонул бы весь Щелково. Но если город еще был обеспечен телефонной связью, то в отдаленных уголках муниципалитета зачастую и вовсе не было никакого телефона. К слову, к 2000 году нетелефонизированными оставались 29 щелковских сел и деревень. Руководство района приложило большие усилия для решения этого вопроса. Была разработана целая программа. Во-первых, привлекали местных альтернативных операторов связи, которые стали появляться с конца 90-х годов 20-го века. Во-вторых, использовали возможности операторов, набирающие обороты сотовой связи, которая начала активное развитие и у нас в том числе. Да, для многих возможность звонить появилась благодаря еще одному шагу в истории развития средств связи. Мобильной связи. Она была удобной, но весьма дорогой. В те времена не каждый мог позволить себе иметь мобильный телефон. Но и провести проводной в отдаленную от города деревню было трудоемко. Потому руководство района начало выдавать старостам отдаленных от центра муниципалитета деревень сотовые в качестве телефонов общего пользования. К слову, именно Щелковский район стал первым в стране, кто начал проводить подобную практику. Новое столетие ознаменовалось началом стремительного развития технологий, в том числе средств связи. Внедрялись волоконно-оптические линии, совершенствовалась техника связи, что позволило уменьшить габариты и энергоемкость АТС. Сегодня эти станции не превосходят размеров шкафа и потребляют в десятки раз меньше энергии. Рассказывая о трансформации связи, не стоит забывать и о космической связи, с которой Щелковская земля оказалась плотно связана. На нашей территории расположен телепорт Федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь», 14-й отдельный командно-измерительный комплекс главного испытательного космического центра имени Цитова, войсковая часть 26-178, Центр космической связи ОКБМ и Медвежьи озера и компания «Газпром космические системы». Время не стоит на месте. Совершенствование линий связи, внедрение новых технологий и оборудования сделало возможным организовывать скоростной доступ к сети интернет для большого числа пользователей. Все эти изменения стали постепенно стирать различия не только между видами связи, но и конечными абонентскими устройствами. В массовом же обиходе мобильные постепенно вытеснили проводные средства связи. Однако не совсем, и сегодня проводные телефоны используют различные организации. Стоит отметить и то, что новые технологии позволили создать не только технику для звонков. Мобильный телефон стал многофункциональным устройством коммуникации с возможностью написать сообщения, отправить фото и видео, выйти в интернет. По сути, это переносной компьютер, который помещается на ладони, к чему нас привело движение в сторону минимализации. Но этот современный гаджет, радиопереговорное устройство, обязан своим появлением на свет другому, изобретенному более ста лет назад. Споры о том, кто же на самом деле изобрел радио, Гульельму Маркони или наш русский, физик и изобретатель Александр Попов, идут по сей день. Но именно Попов первым продемонстрировал свою аппаратуру. Его изобретение также спасло жизнь людям, когда броненосец генерал-адмирал Апраксин потерпел аварию и оказался закован во льдах Балтийского моря. Спасение судна сопровождалось использованием беспроводной связи. В воле и случая в это же время моряки оказались на оторванной льдине. Их также удалось спасти. Своё изобретение Александр Попов продемонстрировал 7 мая 1885 года. И сегодня, 7 мая, мы отмечаем День связи. А что же будет дальше? Какие возможности появятся в скором времени? Какие устройства связи изобретут в будущем? Поживём-увидим, ведь 21 век – время стремительного развития технологий. Анна Бальет, Александр Оржевский, Сергей Максимов. Щёлковское телевидение. Специально ко Дню связи.